Безрисковый пассивный доход в криптоактивах – это когда вы имеете дополнительный доход за счет увеличения количества монет в вашем личном кошельке. То есть не отдаете свои монеты кому-то в доверительное управление, а управляете ими сами. А чтобы был постоянный пассивный доход, нужно обменивать на фиат ровно то количество монет, которые вы добыли в своем кошельке. А тело, с которого постоянно набегает прибыль, не продавать ни в коем случае. Ведь если сварить курицу, которая несла вам когда-то яйца, то не будет ни курицы, ни яиц. Так и в криптомонете призм, чтобы получать пожизненно пассивный доход, нужно обменивать на фиат только то, что напаромайнилось. В моей ферме 44 курицы, и каждая из них приносит ежедневно пассивный доход. Вот эти два кошелька со вчерашнего дня вошли в красную зону. На основных балансах в этих кошельках по 109999 монет. То есть эти две курицы, каждая за 412 дней, напаромайнили почти по 55 тысяч монет. Паромайнинг в этих кошельках с 10% в месяц снизился до 3%. Поэтому целесообразно оставить на этих кошельках опять по 109999 монет, а прибыль вывести. То есть кур оставить, а яйца продать или вывести новых цыплят и увеличить ферму. Вот с этого кошелька я переведу монеты на этот кошелек, в котором всего пока сейчас 56 тысяч монет. С прибылью 0,16% в месяц, чтобы вырастить из этого цыпленка еще одну полноценную курицу. Теперь заходим в обзор этого кошелька. Нажимаем внизу на кнопку «Отправить призм» и отправляем одну монету на другой кошелек. Монета отправилась. Сняли комиссию 0,05 ПЗМ. После исходящей транзакции с кошелька «Hold Status» останавливается и с паромайнинга все монеты, которые напаромайнились за 412 дней, переводятся на общий баланс. Теперь на балансе 164 783 монеты призм. Вы можете вывести монеты в любой момент, не дожидаясь выхода в красную зону, если вам это необходимо. Это же ваш кошелек. Спрашивать разрешение ни у кого не нужно, потому как парольная фраза от кошелька только у вас. И вы, только вы являетесь владельцем своих монет в этом кошельке. Чтобы оставить в этом кошельке максимальный баланс 109 999 монет, который доступен в Hold периоде, выводить буду только пар. Для этого к 109 999 монет прибавляю 10 монет комиссионных, получается 110 000 9 монет. Теперь от 164 783 ПЗМ отнимаем 110 000 9 ПЗМ. На балансе останется 109 999 монет. Значит, нужно вывести с кошелька только 54 774 монеты. И только при таком раскладе ваша курица будет приносить вам пожизненный пассивный доход. Чем больше курей на вашей ферме, тем чаще вы будете снимать с нее сливки. В моем случае 44 кошелька делим на 12 месяцев. Получается, что каждый месяц с 2-3 кошельков в месяц я вывожу только пар, а остальной пар вкладываю в развитие своей фермы. Заходим на биржу Рудекс, нажимаем на 3 полоски здесь, находим депозит вывод, нажимаем на галочку «Я согласен», у нас выходит продолжение страницы. Выбираем здесь «Призм», «Внести депозит». Нам выдают адрес кошелька. Копируем адрес, нажав вот на эту кнопку. Это адрес самой биржи. А чтобы монеты попали именно на счет в вашем аккаунте в этой бирже, то обязательно нажимаем на кнопку «Скопировать мемофразу». Переходим назад в ноду или в онлайн-кошелек. Нажимаем «Вывести монеты призм». Заполняем формуляр, адрес кошелька биржи, сумму, мемофразу, парольную фразу от кошелька, с которого вы вводите, и нажимаете «Вывести». Вам рассчитают комиссию на баланс вывода. Проверьте еще раз, если все правильно заполнено, то нажимаете опять на кнопку «Отправить». Время вывода 13 часов 7 минут 26 мая 2024 года. Переходим на биржу «Рудекс» и видим, что монеты «Призм» в количестве 54 774 поступили на биржу сегодня 26 мая в 13.17. И мы видим еще, что была одна транзакция на 54 715 13 мая в 8 часов утра. Переходим на биржу. Цена последняя 0,001185. Опускаемся вниз. Предыдущую партию «Призм» я продала. И видим, что у меня на балансе 47 долларов и 54 774 «Призм». Переходим на CoinMarketCap. Поставим за последние 7 дней. И видим по графику, что средняя цена 0,0012. Опустимся вниз. На бирже «Пробит» торгуется по цене 0,0012, а на бирже «Рудекс» по 0,001185. Перехожу на «Рудекс». Продать «Призм» 0,001254. И получу за эту сделку 65 долларов 72 цента. Нажимаю «Продать». Ставила пароль «Войти». «Продать» 54 по цене 0,0012 на 65 долларов 72 цента. Подтвердить. Опускаемся вниз. И видим мои открытые ордера. И в графе «Ордера на продажу» моя заявка выделилась другим цветом. Заявка, как видим, стоит не первой. Перед ней еще две заявки по 79 тысяч и дешевле, чем выставила я. Но я не спешу продать дешево свои монеты, поэтому продолжу ролик «Как сведется моя заявка». Сегодня 28 мая, то есть прошло два дня. И видим, что открытых ордеров нет. Переходим в «Мои сделки». И видим, что моя заявка свелась. Пополнение на 65 долларов 72 цента. С предыдущей продажи 13 мая я заработала 55 долларов 15 центов. Поднимаемся вверх. Видим, что на балансе стало 113 долларов 57 центов. И вот смотрите, моя заявка на 54 тысячи 774 была сведена 27.05 в 23.16. После этого выкупались заявки еще дороже, чем моя. До 12.366. И потом начались сливы. Кому-то было не втерпеж. То есть они не выставляли свои заявки на продажу вот в этот стакан, а тупо сливали свои монеты по любой цене, лишь бы продать. Ждать 412 дней, чтобы слить монеты, лишь бы продать, считаю нецелесообразным. Если перейти на CoinMarketCap, то мы видим, что средняя цена 0.001287. Поэтому выставлять заявку дешевле, чем на CoinMarketCap, не вижу никакого смысла. А вот в том, чтобы после обмена призм на фиат, купить назад немного монет призм хотя бы на 1 доллар, по самой высокой цене смысл есть. Вот смотрите, сейчас последняя цена на бирже Rudex стоит 0.0011035, что повлекло за собой изменение процента за сутки минус 6.91%. Давайте посмотрим, что произойдет с процентным рейтингом и ценой за последние сутки, если мы купим хотя бы 500 монет призм по самой высокой цене из левого стакана, вот по этой цене 0.00112798. Мы нажимаем на эту цену, на самую высокую, на продажу. Она у нас отображается вот здесь. Мы здесь ставим, например, 500 призм на полдоллара. С нас это не убудет. И нажимаем купить. Вставляем пароль в вышедшем окошке и нажимаем войти. Сверяем реквизиты и нажимаем подтвердить. Смотрите, и в ту же секунду процент за сутки с минус 6.91% снизился до минус 4.85%. Поэтому большая просьба ко всем. Продали монеты, заработали, сделайте еще один шаг. Поднимите рейтинг монеты. Купите несколько сотен призм по наивысшей цене с левого стакана. Тем самым вы подготовите почву к росту курса и увеличите ликвидность. Теперь представьте, что самая верхняя заявка в левом стакане была бы вот эта на 0.00124. Или вообще стояла заявка с ценой, как на CoinMarketCap по 0.001287. То сейчас, после того, как я бы купила по этим ценам всего на полдоллара монет призм, то рейтинг монеты за сутки в цене и в процентах показал бы тут не минус, а рост. Поэтому у меня большая ко всем просьба. Не рубите сук, на котором сидите. Если продаете монеты призм, то продавайте правильно. Ведь поднимать курс на любой монете намного сложнее, чем давить его вниз. Теперь давайте подытожим. 13 мая я продала призм на 55 долларов 15 центов. А 27 на 65 долларов 72 центов. Итого на 120 долларов 878 центов. Но так как я проводила другие сделки, покупала другие монеты, у меня на вывод осталось всего 113 ОСДТ. Нажимаем вот здесь на три полоски. Депозит, вывод. Нажимаем на кнопочку «Я ознакомился» и у нас выходит продолжение страницы. Выбираем из списка ОСДТ. Сумма на вывод 113 ОСДТ. Вывод ОСДТ на адрес кошелька Tron и TRC 20. Вывести сейчас. Вот сюда нужно будет вставить адрес, на который будем выводить. Ну, а теперь заходим на BestChange. Вы отдаете. Ищем ОСДТ TRC 20. Нажимаем. И из списка вы получаете, находите то, куда вы хотите перевести эти свои ОСДТ TRC 20. Я выбираю Visa MasterCard белорусские рубли. Нажимаю. Из выпадающего списка нахожу обменник, в котором могу обменять свои 113 ОСДТ. Это вот этот обменник. Курс у него, конечно, немного ниже, чем у верхних обменников. Резерв есть. Отрицательных отзывов нет. Но зато он обменивает от 67 долларов 54 цента. Нажимаю «Обменять». Перешла на обменник. И здесь показывает курс 2 белорусских рубля 98 копеек. Вставляю сюда 107 долларов, а не 110, потому что там 3 доллара возьмется комиссия. И в белорусских рублях я получу 319 рублей 34 копейки. Но из-за того, что курс постоянно меняется, так что посмотрим, сколько придет на карту. Заполняем формуляр. Реквизиты и ERIP. Это поле заполнять необязательно. Поставлю галочки и нажму «Продолжить». Я заполнила все данные. Меня перебросило на следующую страницу. «Заявка ID 76726». Нажимаю «Перейти к оплате». Копирую адрес, который мне вот здесь дали. Можно по QR-коду. Захожу на биржу Rudex. Вставляю сюда этот адрес. Теперь вставляю 110 OSDT. Снимется комиссия в графинах. Вы здесь можете изменить комиссию в OSDT или в призмах сделать. И комиссия шлюза еще снимется 3 OSDT. Поэтому в обменник придет не 110 OSDT, а 107. Ну и 3 доллара я себе оставила на бирже на всякий случай. Делаю снимок. Обязательно делать снимок. И нажимаю «Вывести». Вставляю пароль и нажимаю «Войти». 110. Вот на этот кошелек. Сравниваю его. Подтвердить. Транзакция подтверждена. 110 OSDT отправлено. Время вывода – 19.38.28 мая 2024 года. Заходим назад в обменник CryptoExchange. Смотрим номер заявки. Статус заявки изменился на статус «Выполнено». 107 – тизер ТРЦ-20. Отправлено 317 рублей 33 копейки. 28 мая 2024 года в 19.52. А также в онлайн-чате мне прислали чек, что на мою карту отправили 326 все-таки рублей. Комиссию сняли 4.89. И сумма к оплате была 330 рублей. И вот выписка с моего банка. 28 мая в 19.49 на карточку все-таки поступило 326 белорусских рублей. Ну согласитесь, что иметь такой ежемесячный пассивный доход мечтает каждый. Главное, не нужно сутками сидеть у монитора. Купил монет на независимой бирже, вывел их на личный кошелек и собирай урожай в конце сезона. Для того, чтобы больше промайнить монет в своих личных кошельках и получать в разы больше пассивного дохода, нужно сформировать ферму из нескольких кошельков по 109999 монет в каждом кошельке. Подключить их к форжингу. И как только ваш кошелек получит первый блок, то он автоматически получает статус hold. В других криптоактивах это называется стейкинг. Посмотрев на моем канале вот эти ролики, вы поймете, что вам нужно скачать ноду на свой компьютер, создать кошелек, купить на независимых биржах 109999 монет и подключить его к своей ноде. Если у вас нет возможности скачать ноду, то вы можете промайнить монеты в своем личном онлайн кошельке, не подключая его к ноде. Но в нем промайниться монеты будут на 50% меньше, чем в ноде. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всем удачи и больших профитов!